Это очень мощная база для ММА. Сейчас я развиваюсь как боец, и много времени еще уделяю ударной технике. Но только благодаря своей борьбе я доминирую и выиграю в смешанных единоборствах. Джиу-джитсу мне очень помогает, потому что это является одной составляющей моей битвы. Особенно то, что связано с периодом противника в парт. Это помогает победить мне моего соперника и закончить бой досрочно. Я тренируюсь с лучшими бойцами Франции, например, таким как Оливье Микоэль Эспо. И постоянно работаю над своей техникой в джиу-джитсу. Мой соперник имеет неплохой опыт, как по количеству боев, так и по участию в турнирах UFC. Но ничего сверхъестественного в нем я не увидел. Обычный, стандартный, базовый боец. Денис очень хороший соперник и хороший дзюдоист. Я думаю, что он попытается перевести бой в партер, но для меня это не проблема, потому что я хорошо подготовлен. Удачи, Денис. Она тебе понадобится. Увидимся в клетке. Сопернику я хочу пожелать боевого настроя, чтобы показать красивый зрелищный бой. Белый снег, серый лед, на растрескавшейся земле. Одеяло плоскутным на ней. Город в дорожной ветле. А над городом плывут облака. Ну что ж, дорогие друзья, вы посмотрели промо-ролик главного события вечера. Тейлор Лапеллус против Дениса Лаврентьева. Бой в легчайшем весе. Весовая категория до 61 килограмма 200 граммов. Интересный поединок, хороший вызов для Дениса. Это Тейлор Лапеллус, боец, который принимал участие в турнирах UFC. Причем в UFC его послужной список составляет 4 поединка, а 3 победы при одном единственном поражении. Карьеру начал в марте 2012 года. Так что это серьезный парень. И оба поражения он потерпел по очкам. Серьезный, очень стойкий. Но если оценивать турниры в целом, коллега, вот твое впечатление, мнение Ивана Штыркова мы уже услышали. Но твое мнение услышал после рентгенера. Вы готовы? Тогда давайте встретим в синий угол октагона бойца из Франции, город Бариж Тейлор Лапеллус! Ну что ж, вот он Тейлор Лапеллус, родной брат Дамьяна Лапеллуса, который уже бился на турнирах Russian кейдж-фатчер чемпионов, и тогда потерпел поражение Михаила Балакирева. Кто знает, может быть, младшему брату повезет больше. Интересное прозвище у Тейлора двойной удар. Привет, Джан-Флоду Ван Даму! 13 поединков выигранных у Лапеллуса. Причем, лишь пять побед у него по очкам. Два раза выигрывал ударами, шесть раз приемом. Как я уже сказал, карьеру начал в марте 2012 года. Шел без поражений на протяжении пяти боев, пока не встретился с очень сильным бойцом, представляющим легендарный клуб Ахмад Магомедом Гебулатовым. Магомеду проиграл по очкам. Затем опять серия побед. В UFC дебютировал Тейлор Лапеллус в апреле 2015 года. Два раза выиграл. Затем проиграл по очкам Эрику Пересу. И напоследок в сентябре 2016 года на турнире UFC 5193 победил бразильца Леандро Исту. В декабре 2017 года выиграл у Амера Солмаза. И в феврале 2018 года выиграл книжеским нокаутом у Фарбода Нижада. И один маленький, но очень важный момент. И Амер Солмаз, и Фарбод Нижад на момент встречи с Лапеллусом были небитыми бойцами. То есть, можно Тейлор даже в какой-то степени назвать специалистом по небитым проспектам. Ну и момент еще один. Помимо базы джиттера успел в 2017 году Тейлор Лапеллус дебютировать по профессионалу в качестве боксера. Он победил по очкам в категории до 63 килограммов 500 граммов. В первом полусреднем весе индонезийского джорни-мена Перри Адринатор. Выиграл на разном решении на суде, так что, в принципе, может себя показать и как удар. В красный угол октагона встречаете бойца из Челябинска, Россия! Денис Лаврентьев! Отвечает Денис Лаврентьев. Краса и гордость Урала и Сибири. Представляет он федерацию дзюдо Урала и Западной Сибири. Ныне резидент Челябинска. Очень хороший бэкграунд был у Дениса Лаврентьева по дзюдо и по самбо. Призер первенства мира и Европы. Но вот не хочется мне лезть в википедию, если честно. Поэтому ограничимся тем, что на самом деле он очень качественный был борец. Вот теперь профессионал по свежим диноборствам. В 2017 году дебютировал на турнире Ambition Fighting Championship. Тогда победил техническим нокаутом Аматилу Муминову во втором раунде. Еще два боя провел также на AFC. И оба раза выиграл техническим нокаутом во втором и первом раунде. Дебют на турнирах Russian Cage Fighting Championship состоялся в мюре 2015 года. Тогда по очкам прошел очень крепкого и серьезного бразильца. Плавил за силу Сантуса. Представителя штата Алагос, Бразилия. Ну а свой предыдущий бой Денис Лаврентьев провел в мае 2018 года на турнире Russian Cage Fighting Championship 2. И снова против бразильца. Достался ему очень серьезный парень. Представителя команды Песу Кусаду и Сан-Пау Режинал Дувейера. Режинал Дувейера, кстати, бывший поэц UFC. И тогда Денис Лаврентьев уверенно выиграл по очкам в трюкраундном поединке. И вот снова бывший боец UFC. Так что Денису к серьезным ребятам не привыкать. Ну и с другой стороны пора уже. Денис, так скажем, не молод. Ему 29 лет. И проходные бои, наверное, ему уже не нужны. Да, мы серьезные соперники. Где-то, может быть, рискуют матчмейкеры. Конкретно Александр Скоредин. Александру большой привет. Именно этот бой Александр клеил, что называется, на жаргоне делал этот бой. И не сказал он вчера нам вешать. Я очень рад, что я сделал такой бой и жду огня. Дорогие господа, представим вам участников главного боя турнира RCC Intro. В синем углу. Боец из города Париж, Франция. Ему 26 лет. Рост 168 сантиметров. Вес 61 килограмм 700 граммов. Профессиональный рекорд. 15 боев. 13 побед. 2 поражения. 71 номер рейтинга легчайшего веса в мире. Представляющий клуб MMA Factory. Тейлор Лапилус. Его соперник в красном углу. Боец из города Челябинск, Россия. Ему 29 лет. Рост 173 сантиметров. Тейлор Лапилус. Покажите красивый, зрелищный поединок. Пожали руки. Тачглаус. Удачи обоим. Дамы и господа, поддержим бойцов. Традиционно возраст, рост, вес бойцов на ваших экранах. Преимущество в росте у Дениса Лаврентьева. Ну 5 сантиметров не критично. Да, и помоложе. Тейлор Лапилус. Но опытнее. Опытнее. Причем хороший послужной список в UFC 3-1. Пока присматриваются у нас бойцы друг к другу. Вернусь я к тому, что коллега спрашивали, вы у меня мнение насчет этого турнира. Считаю, хороший вечер. Очень яркие бойцы. Такой для них путь в ММА. Да, ну в принципе турниры он построен по принципу тому же, по которому работает Лига Беркут Ян Иглс. Есть подобные турниры в М1. Идея не супер новая, но хорошая. Да, хорошая. Это развитие. Если брать, допустим, наш регион, уральский, это полезно. Да, это очень полезно. Это действительно шаг. Хорошо. Сейчас Лаврентьев мидалкик в корпус. Но огрызнулся, огрызнулся. Француз скользкий, неудобный, подвижный. Постоянно поддергивает, раздергивает соперника. Очень сухие оба бойца. Ох, двоечка. От Лапилуса, но чуть-чуть успел убрать голову Денис. Так, на излете. Хорошие комбинации. Обменялись ребята ударами. Так, пошел в пардер Денис. Поджал соперника к сетке. Вопрос, будет ли подсечка. Денис очень хорошо бросает. У него очень хорошая бросковая техника. Мы это с вами видели, друзья, на турнирах Russian Catch Fighting Championship. Особенно, если вспомнить майский турнир, где он прям бразильца бросал, ну, чуть ли не каждую там, ну, чуть ли не каждую минуту, не по-разному. Да, очень много тейкдаунов проводил Денис. Но пока что француз не такой уступчивый. Француз очень опытный. Опа, хаот, пожалуй. А вот и подсечка, да? Но смотрите, что делает Лапилус. Почти сразу в маунт сейчас собрался Денис. Но Лапилус вставляет ноги. Очень быстро сориентировался. Хорошее колено в корпус от Дениса Лапилус. Чуть не сказал Дамьен. И конечно же Тейлор, да, Лапилус. Дамьен его брат. И Дамьен, кстати, и здесь. Он секундирует Тейлору в углу. Он приехал, я видел его вчера на взвешивании. Попытался подсечь снова Денис. Хорошее колено в голову от Лаврентьева. Но пока гораздо активнее. И темповее, что ли, если так можно выразиться. Денис Лаврентьев. Лапилус, может, не растерян, но, может быть, даже не ожидал такого бурного начала от Лаврентьева. Хотя, с другой стороны, может быть, даже и ожидал. Ну, посмотрим, как сейчас продолжит бой Лапилус. Вот, кстати, Дамьен. Да, видно его сейчас на экране. Немножечко там справа. Ну, задача Тейлора немножко сейчас подсушить. Подсушить бой, повязать Лаврентьева, сбить вот этот вот натиск со стороны Дениса. Собственно, поэтому он сейчас где-то и спокойно себе клинчует в стойке. Замечание устное сделал рефери Денису Лаврентьеву. Не нужно хвататься за сетку по правилам. Единым правилам ММА это запрещено. Продолжает Денис тем временем обрабатывает корпусы. Попытка подхватить ногу со стороны Лаврентьева. И разрывает все-таки дистанцию Тейлора Лапилус. Бой продолжается в стойке. Начинает с джеба Лапилуса идти вперед. Но не достает, не достает немножечко. Вот все-таки, наверное, по длине. Оп, хорошо. Быстрый, быстрый француз на самом деле. Но здесь аккуратнее, аккуратнее будет Денису. И смотрите, несколько ударов коленями от Тейлора доходит до цели. И левый боковой от Лапилуса достигает цели. Не собирается за вас француз, да. Сбил он темп Лаврентьева. Сам пошел вперед. Еще раз колено от Лапилуса. Вот уже серия от Тейлора. Перетерпел он стартовый натиск от Лаврентьева. И готов уже сам все вернуть пропущенный. Но это опасно. И хороший боковой от француза. Очень непросто Денису приходится. Да, нужно ему что-то менять. Да. На партер понадеялся. Нужен, нужен партер. Снова потечь. Да, да. И можно в маунт сесть. Почти, почти попал в хамп Денис. В хамп маунте Денис. Нужно обойти ногу. Нужно. Но там вставляет колено Лапилус. Он очень опытен. Не забываем, да. Да, естественно. Джицер базовый. К тому же участник турниров UFC. А туда кого попало не берут. Не дает, не дает зайти в маунт Тейлор. Он заблокировал правую ногу Дениса Лаврентьева. Тем не менее, нужно пытаться позицию улучшать Денису. Нужно или побить, или выходить на прием. Сложно это сделать с таким вертким французом. Опять попытка выдернуть ногу из гарда со стороны Лаврентьева была, но пока неудачная. Очень хорошо защищается от этого Денису. А вот сейчас был на секунду в сайт контроля Лаврентьев. Ох, а здесь колено. Колено бы вставить, да. Колено напрашивалось. Либо подсечка. Либо колено, либо подсечка. Но пока что по тейкдауну впереди у нас Денис Лаврентьев. Ну и концовка, концовка, концовка нужна. Заканчивается первый раунд. Сейчас в идеале бросить бы, бросить бы соперника Денису. Ох, да, бросочек бы Денису не помешал. Ну а трейлору тоже подключить. Такой он более-менее удобной позиции для этого, но... Не успел Лаврентьев. Мне кажется, недоволен он собой после первого раунда, судя по выражению лица. Ну есть над чем работать. Если нам дадут угол Дениса Лаврентьева, мы помолчиво подслушаем, что ему подсказывают его секунданты. Хотелось бы послушать угол Дениса на самом деле. Ну вот сейчас мы смогли услышать угол. У Дениса Лаврентьева, не торопись, не лети вперед. Первый раунд за тобой. Не забывай про левую ногу, не забывай про лоу-кики. Да, ну и про тейкдауны, конечно же. Да, и про контроль. Не поспешил напомнить ему тренер, да, что забирал он первый раунд по тейкдаунам. Денис почему-то решил, что он первый раунд проиграл. Нет, такого точно нет. Такого точно нет, да. Потому что гораздо активнее был Денис. Какая-то минута была у Тейлора Лапилуса такая, когда он в стойке хорошо зарегил. Да, была хорошая минута, там несколько ударов у него прошло точных. Но в целом, в целом первая пятиминутка, мне кажется, за Лаврентьева. Главное Денису сейчас продолжать в той же манере, в которую он отработал первые пять минут. Второй раунд. Валент Екатеринбург, ваша поддержка! Забирает центр клетки Денис Лаврентьев. Напоминаем, Денис Лаврентьев против Тейлора Лапилуса. Бой в легчайшем весе. Бой рейтинговый, кстати говоря. И по рейтингу Тейлор Лапилус стоит повыше, чем Денис Лаврентьев. Двоечка от Лапилуса. Меняет он, кстати, стойки. Начал хитрить. Да, сейчас он в левше. И проходит, проходит удары слева. Так, Денис Лаврентьев пошел. Хороший бросок мог бы быть. И все-таки он удается. Но тут же встает Лапилус. Быстрый парень. В этот раз колени добавляет Лаврентьев. То, чего мы хотели от него в первом раунде. Но Лапилус таки встал. Ну да, очень быстро он ориентируется все-таки. Но это опыт и уровень. Да. К 75-ю он в рейтинге в мире легчайшего веса. Если верить одному сайту. Называть название сайта я не буду. Они мне за рекламу не платят. Поэтому обойдутся. Ох, опасно слева достает сейчас Тейлор Лапилус. Да. Дениса Лаврентьева. Денису нужно наращивать темп. Потому что как только начинает быстрее работать Лаврентьев, Тейлор сразу просаживается. Он не успевает. Но нужен, да. Нужен взрыв какой-то, натиск. Который был в начале первого раунда для Лаврентьева. Руки, 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 руки. Я думаю, готовит все-таки проход. Опа, а вот здесь хорошо встречает Лапилус. Другое дело, что на месте были руки у Лаврентьева. Очень вовремя угловые ему просигнализировали. Будет, будет, конечно, встречать двойками. Я думаю, Лапилус соперника хорошо справа. Денис зарядил. Но мне все равно почему-то кажется, что Денис нацелен на переводы в тейкдаун. Такое... Мне тоже так кажется. Да, настроен на перевод. Настроен на проход в ноги именно. Другое дело, что там за позицию ему зацепиться не удается. И очень быстро встает на ноги Тейлор Лапилус. Кроме того, качественно он ударами встречает подходы Дениса Лаврентьева. Еще раз говорю, был боксерский профессиональный опыт у Тейлора Лапилуса. Да, это заметно. Его ударная техника достаточно хорошая. Кстати, как боксер он смотрелся неплохо. Неплохо. Денис, половина, две с половиной минуты. Ведут по времени Лаврентьева. Но пора уже Денису что-то делать. Потому что второй раунд такой, ну, качельный. Даже, может быть, где-то получше смотрится француз. Первая половина точно. Ну, вот сейчас случайно наносит удар ниже пояса Лаврентьева. Да, я думаю, это не специально. Чисто такой боевой эпизод. Денис, правая у тебя проходит. Работай справа. Бравая ручка, работай, свое дело. Бравая левая. Ну что ж, продолжился у нас поединок. Быстро восстановился француз. Оп, хорошо, справа сейчас. Достает Денис Лаврентьев. Но одного удара мало. Здесь комбинации бы, связочка бы не помешала Денису. Француз еще свежий, еще непотрясенный. И по-любому у него есть сюрпризы для Дениса. Да, в этом не приходится сомневаться. Перешел в контрнаступление Лапилу. Смотрите, как он финтит. Проходят у него удары. Там опасный короткий боковой справа у него зашел. При этом вставил колено Лаврентьев. А вот, кстати, сирида-то работает француз сейчас. Нужно, нужно Денису менять стиль, скажем так. Подходить поближе просто нужно. Зацепиться за среднюю-ближнюю дистанцию. Попытаться перевести соперника в партер. Потому что с дальней не получается пока что расстреливать у Дениса. Все видит француз. И работает навстречу. Тем не менее, не снижает натиск Лаврентьев. Это хорошо. Но темп, да, темп не падает в поединке. О, хорошо их добавить бы. В догоночку бы. А вот опасная двойка. И причем точная двойка от французского бойца. Все правильно. Нужно ручки держать повыше. Потому что ногами это француз практически не работает. Все встречные удары на руках. Чисто руки. Так, попытка зацепиться за француза. Нужен перевод. Лаврентьева нужен. Но француз опытный. Уходит. Но вторым темпом атакует Лаврентьев. Нужно стаскивать, стаскивать вниз француза. Попытается встать по сетке Лапеллус. Да, очень хорошо упирается француз. О, да. Почему нет? Можно и локтем зарядить в лицо. Отпускать нельзя, да. Нужно контролировать Лаврентьева, чтобы забрать этот раунд. Ага. Забирает спину Лаврентьев. Но удается Тейлору встать. Ну, можно бросок сейчас увидим. Нужен, нужен он Денису. И подсечь ногу, подсечь оборудовую ногу. Но там не до столу. И смотрите, как огрызается активно француз. Там колено в голову, подгонка от Лапеллуса залетает. Причем точный ох. Тяжелый второй раунд для Дениса. Ждем, если нам покажут опять его угол. Субтитры создавал DimaTorzok Вот сейчас, на мой взгляд, Денису будет уже сложнее с переводами в партер. Потому что два раунда позади. Ребята уже скользкие, мокрые. Но, кто знает. Да и Лапеллус уже, наверное, понял, чего ждать от своего соперника. Ожидает он именно переводов в партер, проходов в ноги. Французу нужно работать как? В стойке, на руках, на опережении. А Денису нужно умудриться это обойти. Ждет заключительный раунд боя. И решающий, безусловно, потому что, на мой взгляд, первый раунд все-таки близко. Но за Денисом второй раунд, за французом. И начинает активно очень Лапеллус расстреливать Лаврентьева. Вот здесь боксерский бэкграунд. Лапеллусу пригождается. Но, смотрите, Денис тайкдаун проходит. И до этого он уже успел зарядить. Нужно отодвигать от сетки Лапеллуса. Снова он сейчас встанет. Снова он сейчас встанет, да. Но он хорошо опирается на левую руку просто. Смотрите. Да, спасает она его уже далеко не первый раз. А он удается. Удается Денису. Сделал то, о чем я говорил Денису. Сейчас обойти ногу. Но там не получается пока. Лапеллус все понимает прекрасно. Что если Денис улучшит позицию, будет ему не сладко. Да, но пока что хотя бы в гарде уже Денис. Есть возможность поконтролировать. Он попытается выйти на сайт контроль. Заправил одну ногу. Пытается растянуть француза немножечко даже где-то. Да, да. Это очень верная стратегия. Здесь нужно выпрямлять спину. Попытаться выпрямить спину. Освободить руки. Можно хотя бы так побить. Ну или, да, на удушающий, наверное, здесь. Вряд ли. Вряд ли. Попытка болевого приема на ногу со стороны француза. Ох. Не просто Денису, а Валенте. Ура. Выкручивается, выкручивается Денис. Вроде бы. Может попытаться в ответ. Ох, тяжко. Скручивает пятку, скручивает по пилу. Поспешил я, поспешил я с выводом. Ну, вроде бы да, все-таки. Вывернулся, вывернулся Денис. Спина, да, спина. Свободная у француза. Нужно забирать. Попытка удушающего сзади. Шею, шею. Нет, переворачивается Лаврентьев. Подгоняет, подгоняет зал Дениса. На момент все равно сейчас в хорошем положении находится Лаврентьев. Да, держит он. Кстати, душит, душит, если не ошибаюсь. Да, по-моему, вышел на удушающий. Причем через руку душит француза. Пытается отодвинуться. Да, отодвинуться, перевернуться. И в сайт контроля уже Денис Лаврентьев. Задушит или нет? Изо всех сил, изо всех сил держит Денис. Нет, показывает француз, что он в порядке. А у времени еще вагон и маленькая тележка. Остались ли силы на то, чтобы дожать у Дениса? Вот главный вопрос. Лапилус стойкий парень. Он проигрывал только по очкам. Там уже душит Денис через руку, а это очень тяжело. И это третий раунд уже, друзья. Француз показывает, все окей. Да, рефери постоянно проверяет состояние Лапилуса. Но разжимает захват сейчас Лаврентьев. Возможно, займет позицию получше. Да. Забирает скину. Вот сейчас нужно заправить ноги. Нужно заправить ноги и душить. Француз не дает этого сделать. Очень-очень опытный Лапилус. Конечно, все он это понимает прекрасно. Но здесь нужно побить тогда, что ли, хотя бы? Да, потому что на данный момент, мне кажется, третий раунд за Денисом. Он контролирует ход поединка. Переворачивается на бок Француз. Так. Ах, север-юг не получилось. А вот на болевой пытался Француз. Здесь можно ручку-то упустить. Здесь вытаскивает вроде бы руку. Да, вот еще лоббин. Сать контроля, да. Ну, почти там выставил колено Француз. Да, выставил ногу Лапилус. Очень хорошо работает коленями в партере Лапилус. В том плане, что не наносит удары, а именно защищается. Ну, джинсы, извините. Да. Это вам не хухры-мухры. Он даже скандрить может из этой позиции. Теоретически. Опа! Так, молодец Денис. Почти, почти в маунте Денис. Пытается растянуть его Лапилус. Не дает опираться на ногу. Тем временем меньше полутора минут у нас остается в этом поединке. Побить, побить, побить. Дать активность. Обязательно, да. Нельзя засиживаться Денису, потому что могут поднять в стойку, а там будет тяжело. Оп, и руки свободные. Пытается вязать Лапилус Дениса. Вот бы еще ногу. Чуть-чуть, да. Чуть-чуть отъехал до маунта. Правую ногу и можно оказаться в маунте. Вот сейчас, вот сейчас практически там не контролирует ее француз. Сейчас, вот, выдернул. Маунте, да. Денис, маунте. Денис, осталось распрямить спину. И поработать руками. Но, тем не менее, нельзя отпускать Лапилуса, потому что он может в любой момент перевернуться и... Отпускать нельзя ни в коем случае. Еще бы ножки заправить. Это уже совсем, как бы, такой перфекционизм с нашей стороны. Начинает, начинает потихонечку разбивать Денис. Пытается распрямить спину, не дает Лапилус. Очень крепко держит. Он прекрасно понимает, чем это ему грозит. Да. Но потихоньку, потихоньку подтаскивает бедра поближе к ключам соперника Денис. Ну и не забываем, да, что контроль со стороны Дениса Лаврентьева. Да, это все равно, как бы, судьи обязательно учитывают. Заканчивается третий раунд. Считанные секунды у нас остаются. Концовочку! Согласен, с угловыми Дениса Лаврентьева. Нужно показать концовку, бить. Ух! Не осталось сил, мне кажется, у Дениса на концовку. Очень много, очень много он потратил сил. Ну и посмотрите на француза, ему тоже нелегко. Ему тоже ни капельки нелегко. Но, на мой взгляд, третий раунд все-таки за Денисом. Да, да, он прорвался в партер, как мы и говорили, и показал себя там. Лапилус очень устал, это видно. Ну, посмотрим, что решат судьи. Совершенно верно. Друзья, можно, кстати, друзья, посмотреть, какой ценой вообще дал с собой Денису Лаврентьеву. У него сечка в районе левого глаза, причем сечка от пропущенных ударов. Потому что мы помним, как работал во втором раунде Тейлор Лапилус, как он расстреливал Дениса с дистанции. Там были серьезные удары. Ну и вот работа, бросковая работа Дениса Лаврентьева. Пожалуйста, ваша команда. Да, то, о чем мы говорили. Бросковая работа очень сильно выручила его. Наиболее яркие моменты поединка, друзья, и ждем решения судей. Еще раз повторимся. Денису Лаврентьеву. Вот нам показывают эпизоды. Не можем мы помолчать до объявления решения судей. Да, очень яркий бой. Денису Лаврентьеву. Перед тем, как я объявлю судейское решение, давайте еще раз поблагодарим бойцов за красивый поединок. Итак, единогласным решением судей победу одержал... Денис Лаврентьеву. Ну что ж, наши поздравления Денису Лаврентьеву. Очень важная победа в его карьере. Очень серьезные испытания он прошел. Конечно же, уважение достоин его соперник Тейлор Лапилус. Возможно, будет интервью с победителем. Возможно, его не будет. Но в любом случае мы... Молодец! Денис! Поздравляю с блестящей победой. Пару слов. Добрый вечер, друзья. Что касается боя, он был очень непростой соперник. Очень опытный. 3-0 UFC, это о многом говорит. Но, тем не менее, свое забрали. Друзья, с этого момента я теперь представляю город Екатеринбург. Я буду тренироваться здесь, в Академии. Хочу сказать большое спасибо президенту компании РМК Игорю Алексеевичу Алтушкину. Спасибо вам большое за такие вложения для спортсменов. Один из самых лучших центров Академии в стране. Спасибо вам большое. Я хотел бы в очередной раз поблагодарить нашу сплоченную команду. Это президент Федерации дзюдо Урал-Западная Сибири Ланцев Вадим Юрьевич. Президент компании Галамарт Симоновский Андрей Моисеевич. Компании Симолэнд. Президент компании Симолэнд Симоновский Андрей Моисеевич. Президент компании Галамарт Крепин Михаил Александрович. Спасибо вам большое. Когда мы едины, мы непобедимы. Екатеринбург. Огромное вам спасибо за поддержку. Очень чувствовалось. Пришлось на характере вырывать благодаря вам. Спасибо большое. Спасибо всем. Ну что ж, дорогие друзья, вот на этой позитивной ноте мы заканчиваем прямую трансляцию из Екатеринбурга. Для вас работала бригада комментаторов Алексей Уралец, Александр Камельков и Тимур Салимов. До свидания. До новых встреч. Это был первый турнир серии турниров RCC интро. Мы благодарим вас за поддержку, за ваше участие. И ждем вас на наших новых турнирах. До встречи, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok